Всем привет! Сегодня у нас такая мамская тема. Расскажу про книжки, про литературу, про ребенка билингва, интересы и все прочее. Эта, конечно, тема не очень, думаю, зайдет на канале. Не всем это интересно. Но, в принципе, я думаю, что для мам, которые и в своих странах живут, куда-то не переезжали для вас, тоже для общего развития детей это как бы интересная тема, может быть. Но, в любом случае, тот, кто этим не интересуется, и видео с таким названием не откроет, правильно? Я вам хотела рассказать, обещала, про автора. У меня вот столько много книжек. Это Елена Ульева. Вот у меня уже какая подборка. Это, смотрите, у меня подборка, несмотря на то, что я живу за границей. Все это на русском языке мне досталось. Что вообще, кто такая Ульева? Я особо в нее подробностей не вдавалась. Это, кстати, не все книжки, которые существуют. Давайте их держать буду, чтобы вы видели. Это психолог в первую очередь. Это хороший, грамотный детский психолог. Она мне нравится своим подходом, потому что, когда я читала книжки, абсолютно не случайно. Мне кто-то, может, даже из подписчиц посоветовал что-то ее. И я тогда обратила внимание, что у автора существует. Вот, кстати, тут есть даже ее фотография. Вот эта женщина. Правильно психологически написанная подача хорошая, то есть на детском языке написана, назовем так, для детей. Правильно психологически текст составлен, правильные там моменты указаны. В общем, у меня никаких вообще вопросов компетенции этого психолога, компетенции вот этих книг литературы, которые у нас дает, вообще не возникает. Первые книжки, я про них раньше рассказывала, вы можете поискать у меня на канале, но первые книжки, на которые я обратила внимание, вот такие энциклопедии. Энциклопедия домашних животных. Правила безопасности. Вот это вообще крутецкая книга. Правила безопасности. Не только тут про дорожное. Это вот для 3-4 лет. Там когда в садик идет, про велик, про газ нельзя, воду открывать в квартире. Вот эти всякие бытовые моменты, правила поведения, техника безопасности. Вот. Энциклопедия о любви и дружбе. Мы начали с этого. Кстати, я еще не всех книжки понесла, там еще стоят какие-то. Тут всякие стишки. Это для малявочек таких по 3 годика где-то, да? Про ласковые слова. Что может, что такое любовь, не любовь. Это про чувства. Чтобы ребенок понимал, что какие чувства существуют, что эмоции любые нормально, адекватно к этому относился. Когда там обижается, грустит, наказывает. Это вообще какая-то такая история. Они все эти книжки как бы хорошие. Энциклопедия добрых дел. Сказки для малышей. Все вот в таких сказках, в такой форме. Как вести себя, чтобы... Вот видите, все по сути рассказано. Как вести себя, чтобы не доставлять беспокойство окружающим. Как сберечь природу. Гигантская открытка там рисуют они. Что делать, если хочется какую-то вещь. Интересная, да, тема. Что делать, если к тебе пришли гости. То есть инструкция поведения для ребенка. В конце каждой истории какое-то есть задание, по сути. Но самый топчик, это вот это, конечно, правило безопасности. Это прям настольная книга. И вот эту книжку я советую очень многим приобрести. Они не очень дорогие, кстати, все доступные очень. Какие растения могут быть опасными. Как правильно пользоваться электроприборами. Почему лучше нельзя не залазить на деревья. К тебе подошел незнакомый человек на улице. Что тогда делать? И причем вот эти страхи, что делать, если ты дома один, а на дверь кто-то звонит. Там такая вот Баба Яга. То есть здесь у нас еще Бармалей. То есть психологически это очень правильная подача идет в литературе. Через героев, а не там злой дядька, там с породой еще кто-то там, да. Маньяк, педофил или да, еще кто-то. В общем, это очень правильный психологический подход к ребенку. Не напугать его, а показать его. Как правильно сказать нет. Это очень вообще важно для нас взрослых. Почему нужно осторожно обращаться с лекарствами. Что делать, если ты видишь драку на улице, например. Очень хорошая тема. Так, дальше что у нас здесь из такого. Слушайте, я вот это. А вот, кстати, энциклопедия для малышей в сказках. Все, что ваш ребенок должен знать до школы. Вот это садиковская тема. Как животные живут в пустыне. Это какая развивашка. Для чего нужно чистить зубы. Почему деревья сбрасывают свои листья. Мне-то ребенок просит перечитывать. Хотя все это знает до сих пор. Там еще, блин, я не знаю, лет там до шести. Вообще это все, эта история очень заходит. А на три-четыре года это самое вообще время. И это интересно. Когда выбираете книжки, я вам советую. Я покупала все это абсолютно на Вайлдберисе. В чем плюс? Или на зоне, на любом маркетплейсе. В книжном, понятно, вы полистать можете, да, если она не упакована. Из такой возможности нет онлайн, покупаете литературу. Никакие-то там отзывы. Я захожу там, например, на Вайлдберисе, выбираю Оливу. Не важно, какие там издательства ее выпускают. Всякие разные есть. Они только там с Клеером, например, работают. Феникс Премьер обычно у нее все выпускает. Но не только Феникс Премьер. Вот Феникс Премьер. А вот Клевер. У нее тоже книжка у Клевера есть. Они Клевер, Феникс Премьер тоже. Феникс Премьер в основном. В плотной такой обложке вот одна только у нас. Короче говоря, вот Добрые дела, очень крутая книжка. Я к тому, что захожу на Marketplace. И там фотографии, кто уже покупал. Отзывы есть? Ну, отзывы так себе. Вы можете увидеть оглавление, о чем там написано. Какие-то сфотанные на фотографиях истории. Почитать текст немножко. Понять, каким языком написано. Что там написано. В общем, об этом поразмышлять надо, но вам нет. Поэтому я всегда беспроигрышно угадываю с этими книжками. Мне все подходят. Потому что я заранее посмотрю фотки, отзывы и так далее. Вот, очень крутая книжка. Чем вот это? Смелые муравьи. Тут учат благородство. Вот каждая история чему-то типа учат. Здесь сейчас будет круто. А что такое отзывчивость? Это результат, который по истории ребенок в конце этого рассказа. Вот видите, идет рассказ-рассказ про слоника. Мышка и обезьянка не ругались. И вот результат. Красным это вопросы. Почему расстраивался слон? Из-за чего грустила обезьянка? То есть мы вообще проверяем ребенок, что там анализируют. Нет, мозги-то работают. Слушал вообще, что вы говорите? И потом урок доброты. Вывод. А что можно сделать в реальной нашей жизни с тобой и с твоими друзьями? Или ты здесь попадешь в такую историю? Урок какой-то. Ну, короче, это очень правильно психологически. И вообще не подкопаться. Все книжки хорошие. Но вот это «Природа мира». Это уже дошкольное время на 6-7 лет. Еще от интересов ребенка зависит. Он природа интересуется. Он это раньше будет читать. Если не особо природа интересуется, это вот перед первым классом. Новая Зеландия. Короче, это география, по сути, для малышей разных, как бы назовем, господи, регионов мира. Там что такое барьерный риф, живые острова, рифы побережья Каспийского моря. Там, например, Африка, Победа Нила. Еще есть география, еще у нас книжка есть. Там именно по странам. Это по природе, по ландшафту природному в мире. Там пингвины, где живут, киты, вот вся история. А есть еще по географии, по странам. Путешествуем по миру. Природа мира, а там путешествия по миру стран. Там про культуру, национальность, вот эта вся история, про историю. Это уже для, в общем, 7-8 лет, я бы сказала. Мне ребенок не особо заинтересовался особо. Вот она, путешествия по странам. Вот она. Тут всякие. Ну, это очень полезно. Знаете, там страна идет, фотография, чем Нидерланды, например. Ну, эта книжка особо не читана, она вообще не зашла. Что-то она с историей такой не очень с географией. Дворец королевский. В общем, особенности этих стран, людей, достопримечательности какие-то и так далее. Книжки отлетают на ура. Плюс еще ульевые, по совету, и вот они прописи. Я вам бы рассказывала, когда попала последнюю. Первый выпуск я не покупала. Там всякие пунктиры, точки. Она все это у меня в садике когда-то делает, а руку набивать. Ну, вот пропись, которую она уже списала у меня. Вот они, буквы. Огромное удовольствие у ребенка. Все очень просто, понятливо. По вот этим прописям она у меня и научилась читать по-русски. Кто у меня спрашивал про чтение, она читает по-русски, по сути, где-то по-английски. Она говорит на трех языках. Она стандартно, конечно, со всеми. Это турецкий, это школа, папа, окружающий мир. Русский это со мной, но у нее в приоритете, конечно, русский язык. Она его любит. Она его сразу... Он у нее первый базовый идет, потому что со мной общалась. Он у нее как-то родной такой, да? Турецкий он приобретен уже, потому что она пошла в садик больше с папой. То есть это второй ее язык, если мы так берем по ощущениям. Английский это... То, что мы дома учим сейчас, кстати, с мужем по-английски говорим. Мы это поддерживаем специально, чтобы она это слышала. Уроки английского у них учитель есть, англичанин в садике был, и они по-английски. И английский в садике не нравился, потому что она все знает, ей было неинтересно, и она все понимает. Короче, там она говорит, сидим, песенки поем, лафавит, типа, хрень такая вообще, мам. Ну, слава мне такие не управляет, но смысл такой был. Она вообще, у нее даже конфликт был. Ей не хотелось ходить на уроки, потому что английский было очень-очень скучно. Мы же там с учителем разговаривали, ему попросили давать ему задачки посложнее гораздо. Но это было трудно. Потому что он говорит, у меня есть программа, он тоже напрягаться особо не хотел. И он стал просто с ней больше на английском разговаривать, общаться, пока там все задания сделать. Она, конечно, уже сделала, он с ней больше общался на английском, говорил, чтобы ей как-то интереснее было. Про чтение она читает изначально, первым, по-турецки. По-английски тоже много прочитает, но понять не все сможет, не все слова из-за словарного запаса. В том плане, что буквы с турецкими очень похожи, практически все, да, алфавит. По-русски читает, но медленнее, по слогам уже, предложения и все прочее. Научился благодаря вот этой книжке. Потому что здесь у нас что идет, смотрите. Я вот это все, что сначала большое читала, задание и так далее, она поводила по точкам. Вот эти вот слова крупные, то, что она пишет, буква там, например, сегодня Е. Вот она буквы Е изучает, да. И она научилась читать из-за того, что она сопоставляла все это. И буквы перешли в слога. Само собой, короче говоря, это как-то получилось. Выпуск еще третий и четвертым. Здесь уже пишем буквы, продолжаем. Тут алфавит дальше, гласные еще тут подключаются и согласные. А вот в этой прописи четвертая, это уже ребенку практикан. Мы еще не начали писать особо. Вот уже самому писать по точкам, рассказы и так далее. То есть и чтение, и письмо здесь в одном месте идет. Чем мне нравятся именно вот эти прописи? Потому что если мы прописи берем, крючочки, закорючки, все прочее, стандартные алфавитные азбуки, как у нас в детстве были, они скучные. Они интересны. Здесь хорошая подача материала. Мне даже самой это интересно читать. Здесь придуманы стишки, история. Очень хорошо вплетены эти буквы. Вот у них здесь вот буква Ч. И у нее пошла, короче, буква Ч. Вся семья жила на берегу Черного моря. То есть слова даже подобраны, да, где человек употребляет их. Здесь слышишь, там буква Ч. Там буква Ч подружилась с чайкой. Видите, логика. Буква Ч, Черное море. Чайка, потом чайник пошел. Чай и вся история. Часы и так далее. Какая-то история происходит на развороте. Короче, это завлекает ребенка. У нее появилось... Почему она начала читать? У нее появилось стремление прочитать этот рассказ самой. Но у нее такой есть характер. Она вообще любит учиться, добиваться чего-то, преодолевать. Она обожает что-то там, типа, сама сделала, похвалите меня, еще что-то. Гордость для себя самой. И вот она любит, что ей понравилось, дочитать эту историю самостоятельно до конца. А потом мне перескать, смотри, я прочитала, я знаю, что там было написано и так далее. В общем, поэтому Ульева это просто плюс сказка. Я вообще практически все ее книги рекомендую. Практически, почему я такое говорю, не все, к сожалению, конечно, зашли. Например, вот это. Они просто, знаете, правильно по времени, по возрасту подобрать. Они могут не зайти, если они правильный возраст. Вот это про географию, путешествия по странам. Ну, это уже первый класс, реально. Первый, второй класс интересы. Среднестатистического ребенка, если он этим географией не увлекается. Здесь есть книжка про домашних животных. Сейчас покажу. Вот. Это если ребенок, кошечек, собачек, всяких про домашних животных и так далее. Лисичка там. Вот. Рассказывает виды кошек, сфинсов, собаков. Собаков? Собак. Хомячков, рыбок. Она это любит. У нее любимое развлечение. Мы ходим, она любит в торговом центре. Жил в зоомагазин ходить. Как там еще у нас разрешалось продавать животных. Там сейчас только рыбки, хомячки остались. Да кошки. Собак не продают. Ну, в общем, это по интересам. Это пораньше пошло. Тоже это не всем деткам может быть интересно. Или если вас просят домашнее животное, вот эту книжку купите, прочитайте перед сном каждый вечером по голове с ребенком, захочется ли ему животное. Там рассказывают, как кормить, как ухаживать, там особенности какие-то. Ну, это тоже на постарше, на 6 лет примерно. Если мы берем вот такую книжку, правила безопасности, это садик, 3-4 года, когда ребенок уже там узнает окружающую среду, уже сам где-то там добирается куда-то, там бабушка водит в садик, или он там, у нас доставка просто сервис такого в России-то нет. Ну, короче, вы поняли, это кто-то отвозит, садик, в общем, самостоятельность какая-то. Энциклопедия «Любовь, дружба, эмоции» – это вообще малявочки, 3 годика примерно, когда у него первая вот эта усидчивость, он может по 10 минут слушать перед сном сказку. Видите, тут даже вот истории эти короткие. То есть все по возрасту рассчитано. И в идеале выбирать эти книжки, конечно, почитать, посмотреть на возраст ребенка, полистать в руках и познакомиться. И вот дала вам лайфхак, если что, это «Вайлберис» посмотреть, там, где напечатано, или со содержания этой книги ознакомиться, понять, подходит или нет. Но они в любом случае, если вы купите книжку постарше, вот про путешествия, все равно придет время, когда она вам будет интересна, нужна будет и так далее. Я к чему вывод сделала? Вот эти книжки – психологически правильные книжки для психологического правильного, педагогические книжки для правильно педагогически написанные и психологические книги для ребенка полезнее. Ой, я сейчас матери помидорами закидаю, чую. Ну, блин, ладно, это мое мнение, имею в виду право. Так же, как и вы на свое мнение имеете право. Это полезнее, правильнее для развития психики ребенка, чем классические сказки, которые нам читали в детстве. Я не прав, все сразу, там очень много насилия, неправильного чего-то, то, что ребенку, точнее, правильного по возрасту, что ребенку рано еще знать, убийство всякое, насилие и все прочее, жесть всякая. И там очень такие неоднозначные порой выводы, да, и на самом деле сказки наши детства, сказки для взрослых, а не для детей вообще. Вот эта литература, я как психолог говорю, полезнее, безопаснее и более продуктивно, хорошую базу вашему ребенку психологическую дают. Про обучение я там вообще не говорю, воспитание, вы лучше воспитаете ребенка по вот этим книжкам правильным, чем по классическим сказкам и мультикам, которые мы с вами в детстве поглощали. Это полезнее, экологичнее, как сейчас можно говорить. Не знаю, согласны вы с этим или нет, может быть, нет, конечно, но если не согласны, я скажу сначала, почитайте, ознакомьтесь, а потом со мной, например, по спорте. Скажите, что эти книжки плохие, я тогда с удовольствием услышу аргумент, почему они плохие, мне очень будет это интересно. Потому что я на данный момент не в одного аргумента, что почему это плохо и неправильно, не знаю в своей голове. То есть если я психолог, и я выбираю это для своего ребенка, ну ты о чем-то говори. То есть это абсолютно... Мне эти книжки очень полюбила моя мама, она ее читала перед сном, когда мы там вместе живем, нам приезжают, или мы там к ней, короче говоря. Даже мама говорит, господи, какие классные книги, какие неполезные, к какому всему хороу. Говорит, мне, я жалею, что в моем возрасте для тебя в детстве этих книг не было очень правильно. То есть даже она оценку дает, то есть если мы берем срез поколения и возраст, она должна оценивать, что это круто, это очень, в общем, экологично и правильно для вас. В общем, короче, все, ладно, хватит пиарить. Реклама такая какая-то получилась. Но я реально от души советую, хорошая Ульева, просто Елена Ульева просто хорошо пишет. Я, видимо, здесь и хорошее образование, и талант писательский у человека соединились, вот так скажу. Есть и другие всякие книжки, но мне там авторы не все, кстати, нравятся. Там где-то есть моменты, где я чувствовала, что, ну, такое, про психологию, как бы такое, спорные моментики. Я бы там на так вот бы не преподнесла информацию, так не написала. Ну, в общем, окей. Жду ваших комментариев, что вы думаете, пользуясь ли этой литературой. Можете посоветовать какую-то другую, другие издательства, например, или других каких-то авторов. Я с удовольствием ко всему открыта, я всегда это все посмотрю. В Айлберисе там посижу, почитаю, повыбираю, может, мне что-то понравится. Потому что на Ульеву я пришла из ваших рекомендаций. Мне кто-то, парочка девочек писали про билингов, у меня как-то видео было. Кто-то мне рекомендовал, что кто меня на это вывел, вам огромное спасибо. Теперь от души всем рекомендую. Спасибо за внимание, жду ваших комментариев. Скоро увидимся. Всем пока. Кстати, что интересно про родительство детей еще, задавайте темы. Я сниму еще видео, если вам эта тема интересна. С удовольствием.